Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас гормональная терапия у женщин и онкология. Такой вот коротенький выпуск. Значит, в чем заключается суть вопроса? Очень коротко отвечу. Ну, во-первых, разберем, что мы будем сегодня обсуждать под гормонально-заместительной терапией, потому что можно под этим видеть, допустим, и введение экзогеновой инсулины, это тоже гормонально-заместительная терапия. Но сегодня мы про инсулин не будем говорить. Обобщенно я прям сразу скажу, что я имею в виду, какие препараты. Я имею в виду все введения форм всех эстрогенов под гормонально-заместительной терапией у женщин. И я имею в виду, соответственно, введение гормона роста. Сразу оговорюсь заранее, что любая другая гормональная терапия, она возможна. Но, понимаете, это немножко более нетипично. Любые другие там введения тестостерона и так далее. Вот. А, соответственно, введение гормона роста и, по сути, эстрогена – это классика жанра, к чему приходят все женщины на менопаузу. И раз вот название выпуска такое, да, такая тема задана, вот мы поговорим ровно в этих рамках, по классике, что сейчас, так скажем, у мирового сообщества на слуху, что обсуждается, что наиболее попсово применяется во всем мире, является такой популярной современной методикой. Какие-то плюсы, минусы и так далее. Вот. И в этом видео, конечно, все это будет касаться очень коротко. Мой комментарий только о онкологии. А во второй части мы уже поговорим, может быть, более подробно. Если я увижу лайки, увижу вашу активность, мы будем больше говорить о гормонозаместительной терапии у женщин, в том числе и тестостероном, и, соответственно, там, в случае инсулина, да, там, диабет у женщины, поликистоз, там, это отдельная история, когда инсулин вводят при первом диабете. Все обсудим. Пишите комментарии, пишите вопросы, кто на какой гормонозаместительной терапии, самое главное, для чего, какую цель преследуете гормонозаместительной терапии. Да, при остеопорозии, вот только сегодня у меня приходила пациентка, вот, почему я решил снять видео, она как бы попросила, вот, дать развернутый ответ. Они там с мужем не читались, муж не был у меня на консультации, очень переживает, соответственно, вот сейчас все это дело не расскажу. Ну, к делу, в общем, значит, смотрите, да, действительно, в побочных эффектах гормонов очень часто пишут онкологию, да, онкологические различные события, и на что здесь нужно заострить внимание. В целом, если мы разберем дефицит гормонов любой, это тоже риски, соответственно, онкологических событий, хотя бы просто потому, что может развиваться метаболический синдром. И риск, что у вас появится какое-то новое образование за счет того, что у вас по принципу такого карточного, да, домика будет распадаться ваш организм на фоне гормонодефицита, и что-нибудь у вас вырастет, какие-нибудь опухоля, потому что непредсказуемо там пошла эта реакция, такой риск тоже имеется. Имеется риск, у вас могут вырастить опухоля, если вы будете использовать, как в бодибилдинге, бывает дозировки, которые никто никогда не исследовал. Приходит человек, может назвать такие цифры, качок какой-нибудь, когда, знаешь, я не знаю, что будет вообще, ну, прикольно, конечно, вот теперь знаю, там, 50 единиц гормона роста мне попадались цифры, человек в день выводил. Вот, поэтому, соответственно, понимаете, вот такие цифры, да, понятно, если мы говорим о физиологических референсных значениях, допустим, там, гормон роста, соответственно, если вы хотя бы 5 единичек, там, 5-4 единички добираете до собственного, с учетом того, что собственной выработки у вас нет, и вы экзогена там 3 единицы вводите, у меня вообще больше 100 пациентов 2-3 единицы вводят. И, соответственно, тем более не пожизненно, там, курсами это проделываете, никаких рисков здесь нет, пожалуйста, куча исследований нам пообметь на этот счет. Три месяца можно курсить практически там с минимальным контролем только сахара, если вы вводите 2-3 единицы гормона роста. Вот, конечно, в случае, если мы боремся у пациентов, у которых есть остеопороз, мы, конечно, дополнительно накидываем БАДы, всякие коллагены и прочее. Чтобы эти все процессы восстанавливались. То же самое с эстрогеном. Соответственно, ну, старайтесь, чтобы этого эстрогена у вас была хотя бы сотка. Есть сотка, это худо-бедно с этим можно жить. Там, ну, 150. Если у вас, соответственно, эстрогена там 5 и кот наплакал, ну, понимаете, здесь, ну, вообще, ну, ну, а как? Ну, а как психики-то даже вашей быть, понимаете? То есть, какая здесь, здесь идет речь не об онкологии, а от того, что вот вы сейчас вот от этого дефицита эстрогена не рассыпались теми же костями. Потому что чаще всего это все-таки остеопорозы наступают быстрее всех. Вот, поэтому, понимаете, а там, где яркий остеопороз, там, где яркое разрушение кости, вот вам, пожалуйста, там какие-нибудь некрозы идут, асептические хотят. Поэтому здесь есть две крайности. То есть, перелечить и недолечить, понимаете? Поэтому я рекомендую вам не бояться гормонозаместительной терапии, но относиться к ней с настороженностью. И с настороженностью относиться к повышению дозировок. Если вы видите, что, в принципе, у вас вполне себе меняемые цифры эстрогена уже и соматотропина. Вот, но, соответственно, опять же, если вы это делаете с врачом-эндокринологом, то не стоит ты, соответственно, как-то совсем не доверять врачу-эндокринологу. Иногда говоришь, давайте мы с вами там на единичку прибавим, да, неважно там, что, какой вид препарата и так далее. Прибавим, соответственно, или на длительность приема препарата, или говоришь, ну, к сожалению, придется этот препарат принимать пожизненно, как многие там эутерокс принимают, ко мне приходят с запросом отменить им эутерокс. А это нереально, вы знаете, да, то есть из-за болевания щитовидной железы, когда эутерокс, ну, просто невозможно отменить. И они все считают, что это химия страшная, просто вот в голове у человека такой стереотип засел. Ну, и они вот считают, что вот надо обязательно отменить эти таблетки страшные. Но этого, конечно, делать нельзя ни в коем случае. Пока большинство, ну, как бы, вот людей у нас просто так ни у кого ничего не вылечилось, да, с ни с того, ни с сего. Нового образования в щитовидной железе не исчезли. И после операции щитовидные железы отрастать не стали. После их удаления, да, новые, красивые, свежие, без включения. Вот. Поэтому не бойтесь, не бойтесь. Гормонозаместительная терапия уже давно существует. И то, что люди боятся гормонов, ну, как бы, нужно бояться не только гормонов. Нужно одинаково бояться любых препаратов, потому что любые препараты, они могут быть и вносить гормональную коррекцию. Даже если они не являются сами напрямую гормонами. Вот. Яркий пример, вроде бы, безобидный препарат парацетамол. Но есть исследования, показывающие то, что, соответственно, при частом употреблении или при больших дозировках парацетамол может снимать выработку, снижать тестостерона у мужчин. Вот. И таких препаратов много, которые не являются гормонами, но все равно вносят гормональную коррекцию в ваш, соответственно, организм. А вы их можете пить в составе того же фейерверкса, считать там безобидным тот же парацетамол, и как бы все хорошо. Но когда приходите к врачу, почему-то считаете, что врач, не знаю, глупее обычного пациента, да, и он обязательно вам назначит что-то вредное. Посадит вас на какие-то страшные гормоны. Нет, дорогие друзья, никто вас не хочет сажать, на самом деле. Никому это не надо. Гормоны у нас, ну, большая часть гормонов, они очень дешевые, и, соответственно, там нет какого-то бизнеса, какой-то дороговизны в них, нет какой-то заинтересованности врача в этом. Вот. И если мы это делаем, то мы это делаем по необходимости. Тем более, всегда можете сравнить, пожалуйста, эстрогеновых бабушек, которые на лыжах катаются 80 лет у немцев, и сравнить, соответственно, наших гипоэстрогеновых бабушек, которые никуда не выходят, летом сидят в пальто, да, у подъезда, каждый видел, наверное, таких бабулек, уже в лет 60-70, с огромными раздутыми коленками от остеопорозов и так далее. Поэтому всегда есть выбор, ставьте себе вопрос, к чему вы стремитесь, к какой жизни, жизнью хотите жить, дорогие друзья. Ну и на этом я, наверное, подытожу, что я вас всех жду на своих онлайн-консультациях, что вы можете получить от меня под ваши цели и задачи бесплатный чек-лист и бесплатную, соответственно, последующую постановку диагноза без лечения. Лечение уже будет платным. Вот. Все это можно будет сделать через специализированное приложение для врачей, ссылку на которую вы можете получить, если напишите мне в телеграм-канал. Также можете в личку написать в телеграм, если телеграм-канал закрыт, у меня там администратор, что-то там какие-то перебои, то открывает, то закрывает. Поэтому всегда пишите в личку, соответственно, в телеграм, дублируйте все эти сообщения и, соответственно, без проблем чек-лист вам придет. Сразу же пишите «Здравствуйте, хочу бесплатный чек-лист, беспокоить то-то, то-то». И все. В течение дня, как правило, в течение суток я отвечаю и мы с вами этот вопрос совершенно бесплатно для вас решаем. С вами был доктор Кравцев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и добри будет с вами здоровья. Субтитры сделал DimaTorzok